Физики уже знают, что происходит с телом, попавшим в черную дыру. Но никто не знает, что происходит с деньгами, попавшими в систему ЖКХ. Чтобы хоть как-то разобраться в этом вопросе, депутаты-коммунисты предложили изменить концепцию действующего жилищного кодекса и возложить на бюджет нагрузку по оплате капитального ремонта жилых многоквартирных домов. По мнению авторов, справедливое распределение финансовой нагрузки таково. 15% дают граждане, 85% государство. Если коротко, то депутаты хотят установить сроки накопления и расходования фонда капитального ремонта. Предлагается пятилетний срок. Тут же как получается. Вы живете в доме и платите, но когда будет сделан ремонт, не знаете. Возможно, вы к этому времени уже переедете в другое жилище и получится, что вы заплатили, а услугу не получили. Поэтому и предлагается установить срок накопления денег. Но не все согласны с предложением. Единороссы считают, что надо оставить все как есть и подождать. Вот только сколько ждать не ясно. Бездетным семьям предлагают выдавать пособие. Идея от самого Владимира Вольфовича Жириновского. Разумеется, деньги будут строго целевыми, и направить их можно только на лечение бесплодия. По идее, это поможет повысить рождаемость. Ведь не у всех пар хватает денег на лечение бесплодия. Но в предложении предусматривается вопрос возможного нецелевого расходования. Но пока этот механизм не ясен. А еще Жириновский вспоминает о старом советском налоге на бездетность. Вот только этого еще гражданам не хватало. В Нижнем Тагиле туристам дадут пострелять из танков. Местные турфирмы создают специальный военный маршрут. Соответствующее соглашение планируется подписать с Ростуризмом. В маршрут войдет посещение танкового полигона «Старатель» и возможность всем желающим пострелять из разных видов оружия. Кроме посещения полигона, туристический маршрут будет включать в себя экскурсию по музею бронетанковой техники. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС снизился, индекс ММВБ в полиусе на отметке 1587 пунктов. В аутсайдерах МВД, Полиметалл, Акрон и группа ПИК. Среди лидеров роста акции Полюзолота, ГМК, Норильский Никель и ТМК. К открытию торгов России сложился умеренно позитивный внешний фон. Накануне торги на европейских и американских площадках проходили по медвежьему сценарию на новостях о коллапсе на китайском рынке. Сегодня утром азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику. Нефть по-прежнему дешевеет. Курс доллара на 28 июля 58,78 рубля. Курс евро 65,08 рубля. Золото стоит 2076 рублей за грамм. Серебро стоит 27 рублей 76 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 52 доллара 78 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.